Здравствуйте! Это программа «Персона Грата». В этом месяце в Орле пройдет большой аграрный форум. Он называется «Шатилова». Это событие действительно ждут в сельскохозяйственной отрасли. Что это трехдневное мероприятие дает аграриям и как сельскохозяйственная отрасль чувствует себя накануне форума. Об этом после пролога. А начинаем с итогов минувшего аграрного года. Орловская область является регионом интенсивного ведения сельскохозяйственного производства. Объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в действующих ценах в 2015 году составил 64,4 млрд рублей или 123% в действующих ценах к уровню 2014 года. Уровень развития аграрного производства позволяет обеспечить области и другие регионы качественным, экологически чистым и доступным продовольствием. В нашей студии сегодня заместитель председателя правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович. Добрый день. Ну, мы начнем, наверное, с тех событий, которые прямо сейчас происходят в аграрной отрасли. Самое главное – это то, что ведется посевная. Сев ранних яровых культур уже завершен. Как мы все наблюдаем, в мае выпало много осадков. Вот сейчас июнь, он не очень теплый, начинается вот так, не совсем обычно для нас. Может ли это повлиять на будущее урожая? Или все-таки у нас есть вероятность того, что рекорды предыдущих лет будут повторяться? Ну, во-первых, сев не только ранних яровых, а вообще сев практически уже завершен. Буквально остались какие-то небольшие площади по досеву, скажем, технических культур, немножко гречихи. Но практически мы сев, можем говорить, что сев завершен. И уже можно подводить какие-то первые промежуточные итоги. Ну, во-первых, хочу сказать, что нам грех жаловаться на погоду. Но никогда, ни одного года не было, чтобы вот все было идеально. Если нам влаги природа дает больше, чем, может быть, мы где-то даже ждем, значит, где-то на чем-то другом мы, что называется, сталкиваемся со сложностями. Поэтому в любом случае, в любом случае, да, всегда эта работа, скажем так, в трудных условиях. И здесь роль играет наша техническая готовность, техническая оснащенность, умение гибко подходить к внесению изменений в технологию, которая уже сложилась. И в этом смысле я хочу констатировать, что мы сегодня имеем более 460 тысяч гектар азимных культур, которые сегодня находятся в хорошем состоянии. И, как говорится, Бога гневить не будем. При всех сложностях, рисках, дождях мы сегодня имеем там не более 1% потерь. Традиционно это 10-12% норма. Поэтому на сегодняшний день мы можем констатировать, что наши аграрии сохранили все азимы. Самое главное, что уже провели все необходимые регламентные, что называется, агротехнические работы по защите растений и так далее. В сроки необходимые в большинстве, ну, всегда бывают какие-то исключения, но в целом можно говорить, что работы эти проведены. И подкормки, и обработки вовремя, несмотря на сжатые сроки из-за дождей. И, собственно, успешно закончили сев. По разным культурам есть определенные нюансы, в разных районах есть небольшие проблемы. Но, тем не менее, мы ждем в целом неплохого результата урожая. Я думаю, что если мы сегодня сможем выполнить все работы в течение ухода за растениями и по защите от вредителей, от болезней, это сегодня самое главное. То, в принципе, я думаю, что будем иметь урожай не ниже прошлого года, а может даже чуть больше. Вы говорили сейчас о подкормках, о защите от вредителей. А вот этот вопрос действительно многих сейчас тревожит, когда говорят об экопроизводстве, когда нас сравнивают с Западом и говорят, что там колоссальное количество пестицидов, химикатов и так далее. Вот насколько можно говорить об экологической безопасности нашей продукции? Ну, во-первых, знаете, с одной стороны хочется пошутить, и это для тех, кто не занимается сельхозпроизводством и черпает информацию из источников таких общепопулярных. Хочу сказать, что, к сожалению, наша где-то, может быть, беднота относительная европейских фермеров наших сельхозпроизводителей не позволяет в таких дозах вносить химию и удобрения. Но это, конечно, шутка. Если говорить серьёзно, то сегодня промышленное сельхозпроизводство невозможно без, скажем так, агрохимии. И сегодня мы при тех урожаях выносим огромное количество действующего вещества из почвы, и мы обязаны поддерживать плодородие этой почвы и питание растений. И поэтому, безусловно, это минеральное удобрение. Конечно, есть определённые моменты, связанные с тем, что мы в ограниченных количествах сегодня имеем органику, поскольку животноводство, к сожалению, наше не имеет тех масштабов, которые были раньше. Но на сегодняшний день, я бы так сказал, мы ещё недостаточно вносим для того, чтобы иметь баланс, достаточно удовлетворительный по внесённым и вынесенным веществам. Что касается средств защиты и химии, а когда экологи бьют барабаны, они говорят об этом... Всё равно вред почвам. Да, но, понимаете... Не только продукции. Что называется палка о двух концах. Если делать всё в меру, всё правильно, в соответствии с регламентом, то это сегодня не является угрозой для нас. Конечно, наша задача, чтобы не допускать тех самых перегибов, которые приводят к плачевным последствиям. Но, слава богу, у нас площади сегодня позволяют вести так называемое научно обоснованное земледелие, и не культура одна и та же из года в год на одном поле, а с чередованием и так далее. Что способствует в целом более благоприятному, что называется, более благоприятной фитосанитарной обстановке на полях и, как следствие, минимизации вот этих средств защиты при работах. Но, тем не менее, хочу сказать, что если мы сегодня откажемся от этих подходов, то мы просто рискуем остаться голодными. Ни в коем случае, конечно, никто не призывает отказываться. Главное – все в меру. Наш регион имеет выгодное географическое положение. Очень много говорится о том, какие у нас преимущества с точки зрения локации, с точки зрения плодородия почв. Но, тем не менее, развитие, которое сейчас существует, оно планомерное. И рывка пока мы не наблюдаем, какого-то скачка. А вот почему это происходит? По-прежнему невыгодно вести сельское хозяйство, вот конкретно в нашем регионе? Во-первых, сельское хозяйство, агропромышленный комплекс – это очень капиталоемкая отрасль. Что это значит? Это значит, что для того, чтобы что-то сделать на земле, нужно вложить миллионы и миллионы. И самое, может быть, сложное в этом вопросе – то, что эти миллионы начинают окупаться не на первый, не на второй год, а иногда, если говорить про животноводство, это 10 лет, в растеневодстве чуть быстрее, но, тем не менее, это такие длинные, огромные инвестиции. И когда мы говорим про рывок, но здесь, к сожалению, по мгновению палочки ничего не происходит. Для того, чтобы запустить проект, нужна подготовка и год, и два, просто для того, чтобы создать условия. С одной стороны. С другой стороны, я хочу сказать, что, наверное, нам грех жаловаться, потому что говорить, что АПК Орловской области не развивается, ну, это неправильно. Есть такой хороший темп, эволюционный, согласен, не революционный, но, тем не менее, хороший темп. И мы сегодня видим, что сегодня, если 15 лет назад речь шла о том, чтобы наши поля просто обработать, и это характерная была картина не только для Орловской области, но реально тех аграриев, которые работают давно, просто упрашивали – возьмите, обработайте. То сегодня, когда мы проезжаем по области, вы видите, что все поля так или иначе обработаны. Мало, да, брошенных земель. Ну, есть определенные какие-то участки, которые требуют коренного уже улучшения, где-то заросли деревья и так далее. Сегодня инвестиции для возврата в оборот таких земель составляют и 12, и 15, и 20 тысяч, в зависимости от ситуации, рублей на гектар. Поэтому при рыночной стоимости гектара земли там сегодня 25-30 тысяч рублей. Поэтому, конечно, потихоньку и эти земли тоже каждый год, несколько тысяч гектаров вводятся в оборот. Ряд сельскостоваропроизводителей купили очень дорогие машины там по раскорчевке буквально полей, которые там… Одна машина стоит 12 миллионов сегодня. И потихоньку на этих землях тоже работы ведутся. Вот. В то же время я хочу сказать, что есть динамика хорошая, да, потому что мы видим, что строятся мощности по хранению зерна, что важно, потому что одно дело вырастить, другое дело сохранять. Абсолютно. Мы помним, что некоторое время назад, вот несколько лет назад, зерно просто, ну, практически гнило из-за того, что нефти было просто хранить правильно. Но были такие случаи, вопиющие случаи, но я хочу сказать, именно те компании, которые сталкиваются с этими проблемами, сегодня уже имеют хранение. Создаются новые мощности, не резко, не быстро, но тем не менее новые мощности по животноводству. А если брать крупнорогатый скот, то сегодня, вот, буквально за два года в нашем регионе поголовье крупнорогатого скота мясных пород выросло на 70 тысяч голов. Ну, это вот серьёзная цифра во многих регионах. Ну, зашли сразу несколько крупных инвесторов. Ну, это крупные холдинги, безусловно. Тем не менее, так или иначе, создаются рабочие места здесь, и та кормовая база, то зерно, оно не вывозится уже просто, да, там, по себестоимости, оно направляется на корм этим животным, уже животное, соответственно, отгружается по другой цене, создаётся немножко другая добавленная стоимость. Поэтому, по большому счёту, это и есть та самая вот динамика. Конечно, нам есть к чему стремиться, есть над чем работать. Много ещё направлений, которые должны получить развитие в ближайшее время, но также и подготовительная уже работа ведётся, и работа в рамках конкретных проектов. Поэтому, в целом, я считаю, что динамика неплохая, несмотря на те самые кризисные явления, которых все знают, и сегодня крайне сложно и с кредитованием, и со ставками, и так далее, тем не менее, динамика есть. С реализацией задорого, когда рубль падает. Кстати, говоря о динамике. В этом году увеличены площади пашни. Мы посмотрим на цифры, ещё будет несколько вопросов по этому поводу. В этом году площади посевов сахарной свёклы, ячменя, люпина и подсолнечника в регионе, увеличены по сравнению с 2015-м. В хозяйствах всех категорий Орловской области посеяно более 600 тысяч гектаров яровых, более 160 тысяч гектаров технических культур, свыше 40 тысяч гектаров кормовых. Сахарная свёкла посеяна на площади 56,1 тысячи гектаров. Итак, ну, площадь посевов яровых культур составила 108% к 2015 году. Ряд других цифр мы также видели сейчас на экране. Всё это следствие того, что действительно новые земли в оборот введены, или произошло перераспределение и приоритеты поменялись? Вообще сейчас каким культурам предпочтение отдаётся? Ну, я бы так сказал, и то, и другое. С одной стороны, если глобально смотреть динамику за последние 5-7 лет, то вы увидите, что каждый год понемножечку мы прирастаем в посевных площадях. Это и повышение эффективности работы, это и вовлечение земель в оборот. Кстати, не только земель, которые там выведены были из оборота, из-за их закустаренности или непригодности, но это как раз сокращение доли необработанных фактически земель, так называемых паров, которые сегодня есть у многих холдингов. И в силу определённой нерешённости ряда вопросов технического оснащения, хранения продукции, зачастую не хватает сил их обработать в полном объёме. В то же время, знаете, любое предприятие, любой севооборот предприятия – это живой организм. И если, допустим, осенью агрономы планировали структуру площадей посевных, исходя из неких прогнозных показателей для себя, столкнувшись с некими обстоятельствами фактическими по погоде, по той же приходится некую коррекцию в своих планах делать. Увидели хорошие озимые, пришли, взошли, и, в общем, хороший прогноз на урожай. В этом году наши аграрии откорректировали, увеличили дозу подзернобобовыми культурами, долю в площадях, что важно. Я, допустим, это только позитивно воспринимаю, потому что это хороший севооборот, это в том числе и работа на заделанную перспективу с точки зрения подпитки наших земель определенными питательными веществами, и, в общем, хороший предшественник, хорошая культура для севооборота. Поэтому сегодня мы исходим из того, что наше предприятие корректирует эти планы, но мы смотрим в целом и баланс. У нас есть определенные индикаторы, которые мы себе поставили для достижения в конце года. И поэтому в целом баланс у нас сегодня положительный, и мы немножечко приросли по площадям, в разрезе по разным культурам. По некоторым культурам буквально там немножечко откорректировали в сторону уменьшения, но, опять же, в целом баланс у нас положительный, и это лишь говорит о том, что чуть-чуть мы где-то убавили, где-то добавили, но в целом те задачи, которые ставим, планируем выполнить. Если, дай бог, никаких не будет форс-мажоров, катаклизмов природных, то у нас очень хороший прогноз на этот год. А что касается качества зерна? Многие говорят, что в погоне за высокими урожаями как раз момент качества выходит из-под контроля, потому что есть зерно экстракласса, есть совершенно другое зерно. Знаете, качество такое понятие, очень такое абстрактное, надо говорить конкретно. И если в разрезе говорить по сегодняшним переделам производственным, производство, далее хранение, далее переработка, ведь конечные продукты, конечное качество – это то, что на конце, что называется, цепочки. Поэтому у меня нет оснований сегодня говорить о том, что где-то мы сработали хуже, и качество того зерна, которое будет ниже, чем в прошлом году. Есть определённые факторы природного характера, это опять же влага, это тепло, но в целом, в принципе, мы имеем хорошие всходы, хорошие сегодня растения, хорошо развиваются, поэтому, на мой взгляд, всё должно быть хорошо, и мы не должны не упасть ни по качеству, ни по валовому производству. Перейдём к другой теме. Готовится к действию новая программа по развитию садоводства на интенсивной основе. Прежде мы посмотрим информацию о том, как обстоят дела в области садоводства в нашей стране и в нашем регионе конкретно, и несколько ещё вопросов по этой теме будет. В 2015 году основное производство плодов и ягод в нашей стране сосредоточено в хозяйствах населения. Больше 70%, значительно меньше в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах. В Орловской области площадь плодово-ягодных насаждений составляет 6,5 тысяч гектаров. Больше половины принадлежат сельхозорганизациям и фермерским хозяйствам. Плодоносящие семечковые культуры занимают площадь всего в 1,5 тысячи гектаров. 103 гектара занимают ягодники, дающие урожай 7 гектаров косточковой культуры. Скажите, пожалуйста, насколько сегодня конкурентоспособны орловские садоводческие предприятия? Выдерживают ли они конкуренцию? Но если говорить о потенциале нашем, то у нас очень высокий потенциал. Это, опять же, как вы правильно отметили, и природно-климатические условия, и потенциал сегодня, в том числе и научный. Сегодня вы знаете, что на территории Орловской области работают всероссийские НИИ плодовых, которые выводят сорта. Причем сорта абсолютно конкурентоспособны. И самое главное, что нам не надо никуда ехать за этим. Сейчас важно, чтобы у них были стабильные заявки, заказы, и они могли нас обеспечить этими саженцами. Но, тем не менее, эту сферу нельзя назвать благополучной? Ну, тем не менее, да, согласен, что за последние годы, многие годы уже, и это характерно не только для нас, но, может быть, другие некоторые регионы чуть раньше начали восстановление. Значит, безусловно, мы эту отрасль, так скажем, утратили. И сегодня те проекты и те предприятия, которые есть, они держатся на энтузиазме отдельных предпринимателей, фермеров, сельхозтоваропроизводителей. Но мы, понимая потенциал, а самое главное, что понимая емкость рынка и спрос на эту продукцию, и, кстати, во многом, благодаря в том числе и тем сложившимся, вот, может быть, уникальным условиям, да, там нет худа без добра. Санкционным. Когда, да, санкции прилили к тому, что у нас сегодня появился устойчивый спрос на нашу продукцию. Значит, мы понимаем потенциал, поэтому идея очень простая. Мы по поручению губернатора, и, собственно, сами это понимаем, сейчас готовим программу региональную, пусть она будет там, может быть, не глобальной, там, с точки зрения финансов, с учётом наших ограничений, но, тем не менее, стабильно каждый год поддерживать закладку определённого количества гектар садов. Ну, вот сейчас мы для себя целевой индикатор ставим примерно там до 100 гектар садов в год. Увидим спрос, увидим желание, увидим активность бизнеса в этом направлении в больших масштабах, ну, соответственно, будем рассматривать другие варианты. Я хочу сказать, что по этому поводу есть поддержка и федерального центра, и Министерство сельского хозяйства также нам предоставляет субсидии на закладку многолетних насаждений, раскорчёвку старых садов. Поэтому возможность немножко областного бюджета, плюс федерального, мы в этом смысле могли бы здорово поддержать наших фермеров. Ну, и второе направление, конечно, это хранение, потому что сегодня вырастить это одно, а ещё создать инфраструктуру, куда можно будет это привести, продать, реализовать. Вот некоторое время назад, кстати, прямо журналистам показывали эти сады, где яблоки под ногами, и они там тоже гнили, потому что просто негде хранить, проблемы ещё с продажами. Это так, да, но сегодня ключевой фактор успеха – это всё-таки логистика, оптологистические центры и так далее. Мы тоже сейчас по этому поводу прорабатываем вопрос, и напрашивается, конечно, решение кооперативного характера, когда некий логистический комплекс с хранением будет обслуживать не одного фермера, а целый комплекс вот этих фермеров. В противном случае каждый в одиночку, сами понимаете, такой проект не утянет, это очень дорого. Поэтому вот задача за период становления площадей под садами – всё-таки создать ещё рыночную инфраструктуру, позволяющую проводить эту продукцию, что называется, через вот так называемые каналы продаж до потребителя. И это всё входит в программу? Это всё войдёт в программу, программа сейчас разрабатывается, вот буквально, наверное, месяц назад, может, чуть меньше, мы выезжали вместе с губернатором на поля, что называется, НИИ Плодовых, посмотрели, 300 гектаров, обошли каждую делянку, каждое поле. И очень отрадно, что Вадим Владимирович лично проникся этой тематикой, и тем самым сегодня нас поддерживает. То есть это дорогого стоит, когда есть личная инициатива губернатора, что позволяет более эффективно работать со всеми службами в части финансовой и другой поддержки. Дмитрий Владимирович, ну нужно же ещё как-то фермеров заинтересовать, потому что сфера хоть и благодатная, но вот цикл воспроизводства, он не короткий. Знаете, с одной стороны, да, но я как раз и говорю об этой программе, что мы пропишем субсидии на компенсацию... Что это субсидии? Субсидии на компенсацию затрат на закладку многолетних насаждений, на, возможно, приобретение посадочного материала, посмотрим ещё какие-то формы, на раскорчёвку старых садов. А с другой стороны, я хочу сказать, знаете, это такое дело, где работают сугубо идейные люди, которые любят это дело, которые без этого, что называется, жить не могут. Поэтому их дополнительно уговаривать не надо. Сегодня сказать, что в Орловской области ничего не делается, я не могу. Есть ряд фермеров, есть ряд сельхозпредприятий, которые, несмотря ни на что, продолжают потихонечку закладывать эти сады, закладывать, готовить почву и так далее. Ну и самая главная гарантия их успеха – это всё-таки рынок, наличие рынка. Поэтому мы можем поддержать, можем немножечко поддержать их доходность за счёт компенсации, но мы не можем за них, что называется, создать тот продукт, который потом будет востребован на рынке. И тут их предпринимательские таланты, агрономические таланты. В садах, знаете, ошибка, как у сапёра. Заложил сад, он работает десятилетиями. Поэтому важно заложить тот сад, который будет востребован, и продукция будет востребована долгие годы. И в этом смысле как раз у нас хорошие методисты, хорошие специалисты в НИИ плодов, как я уже сказал, готовы не просто продать саженцы, а готовы взять его на сопровождение, и вот буквально в режиме, что называется, онлайн, сопровождать и помогать этим фермерам, что далеко не в каждом регионе сегодня есть. В этом смысле это и есть наше конкурентное преимущество. Важно, чтобы наши фермеры это оценили и начали этим пользоваться. Дмитрий Владимирович, Шатиловская опытная станция. В этом году 120 лет этому предприятию будет форум, который назван Шатилова. Прежде всего, несколько слов о самой станции, и поговорим о программе форума. Шатиловская сельскохозяйственная опытная станция организована в 1896 году. Это был своеобразный полигон, где проверялись и совершенствовались новые сельскохозяйственные идеи. В настоящее время станция имеет 3,5 тысячи гектаров сельхозугодий. Посевная площадь зерновых культур составляет почти полторы тысячи гектаров, в том числе и 600 гектаров в научных подразделениях. Ежегодно учреждения производят и реализуют около 2000 тонн зерна, 450 тонн молока и 30 тонн мяса. Численность крупного рогатого скота превышает 500 голов. Итак, в конце июня пройдет большой трехдневный форум. Это будет праздник поля, это будет большая международная научная конференция, это будет ярмарка сортов. Для чего все это делается? Кому будет полезно? И наши орловские аграрии. Что они от этого получат? Это систематизация, вот такое обобщение, или будет реальная польза, которая заключится в том, что передовой опыт, который сегодня имеется, он дойдет непосредственно до аграриев, до людей, которые трудятся, работают на земле. Ну, я бы сказал, опять же, да, это будет и то, и другое. С одной стороны, безусловно, в первую очередь, это площадка и вообще Шатиловская опытная станция, это бренд, который, в общем, известен в Российской Федерации. В этом году мы, что называется, приурочили этот форум как раз 120-летию Шатиловской станции. Ну, вы, наверное, знаете, что как образцовое хозяйство Шатиловых, оно известно там уже более 200 лет, да. Поэтому на сегодняшний день нам не надо дополнительно, как сказать, доказывать, что эта площадка заслуживает такого внимания. Но, опять же, пользуясь тем, что она находится в Орловской области, мы, безусловно, хотим привлечь внимание как к региону в целом, да, но при этом обсудить вопросы не только регионального характера, но и федерального в области селекции, семеноводства и растеневодства в целом. Поэтому у нас планируется на площадке представителей более 40 НИИ со всей России. Я уже не говорю про наших коллег, друзей, соседних регионов, производственников, представителей органов власти, отраслевых и не только, да. Поэтому прежде всего задача сделать эту площадку местом, где обсуждаются и где вырабатываются определенные предложения, решения по развитию отрасли и в регионе, и на федеральном уровне. А во-вторых, безусловно, это место обмена опытом, знаниями, информацией и просто такого профессионального человеческого общения, скажем так, аграриев, людей, которые работают в этой отрасли, и, может быть, я бы так сказал, не очень избалованы сегодня какими-то такими светскими мероприятиями, но, тем не менее, не меньше нуждаются вот в таком живом контакте, в рамках которого передаются действительно и опыт, и технологии. Я вас уверяю, вот просто передовое хозяйство, приехавшее на форум, или директор может рассказать десяти другим директорам, больше, чем мы с вами им будем читать лекции или проводить семинар. Поэтому, конечно, все эти аспекты на форуме предусмотрены. Это и научная конференция, академическая среда, и там будет только около 15 академиков Российской академии наук, что уже само по себе событие. Это и день поля, ярмарка сортов, где будут практики, теоретики, ученые, где будет представлена техника дилеров, будет она показываться в работе, самой современной технологии. Это и семинар в третий день, посвященный семеноводству, это передовое хозяйство России, а не только Орловской области, ООО «Дубовицкая». Ну, я хочу сказать, что уже вокруг этого комплекса мероприятий возникают дополнительные такие дискуссионные площадки, в частности, параллельно пройдет в университете Минитургенева форум по экономике сельского хозяйства, где будут обсуждаться на международном уровне вопросы развития сельских территорий. Накануне пройдет Всероссийский семинар по семеноводству, импорт-замещению, касающийся семеноводства или семян сахарной свеклы. Вы знаете, мы сегодня один из регионов сахаропроизводящих и свеклосеющих. К нам приедет президент Российского сахарного союза, уже выше не бывает профессиональное сообщество. Тоже будут обсуждаться вопросы. Поэтому целый комплекс таких знаковых мероприятий, которые проходят традиционно, там, в конце весны, начале июня, мы обобщили, что называется, поставили под единый флаг, который называется Аграрный форум Шатилова. И я думаю, что этот бренд станет традиционным, ежегодным и будет привлекать все больше и больше внимания как к Корловской области, так и к проблемам растеневодства в целом Российской Федерации. Мы заканчиваем. Я благодарю вас за интервью. Спасибо. Спасибо. Что были с нами сегодня. У нас в гостях был заместитель председателя правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова